Кен, дорогой, я так рада, что мы проведем этот вечер в тишине вдвоем, попьем чаек, посмотрим какой-нибудь фильм. Как я сам рад, Барби, ужасно устал после тяжелой рабочей недели. Ладно, ты иди отдыхай, а я сейчас поставлю чайник и принесу нам какие-нибудь печеньки к чаю. Кен, мы кого-то ждем в гости? Кто это может быть? Кен, Барби, я очень извиняюсь, но мне срочно нужна ваша помощь. Мне нужно очень срочно на работу, и мне не с кем оставить моих малышек. Пожалуйста, присмотрите за ними сегодня. О, да, конечно, Луиза, нет проблем. Мы посмотрим за твоими милыми девочками, да, Кен? Ну, ладно, хорошо. О, большое вам спасибо, ребята, вы мне очень-очень помогли. Девочки очень хорошие и тихие, так что их просто нужно накормить и уложить спать. А вы, девочки Эли и Нелли, пожалуйста, слушайте с Кеной и Барби. Хорошо, мамочка, мы будем хорошо себя вести. Ну что, девочки, Барби, пока вам приготовить ужин, а вы посмотрите телевизор. Какой мультик вы любите? Я люблю смотреть мультики про принцесс, а я не люблю принцесс. Да, но у нас только один телевизор. Мультик про феи. Нет, нет, про принцесс, про принцесс. Про фей, про фей, про фей хочу. Про фей. Принцесс, про принцесс. Ладно, ладно, только не плачьте. Вот мой айфон, там есть мультик про фей. А тебе, Нелли, включу мультик про принцесс. Ура, ура. Эли, мне надоело смотреть мультики. Давай поиграем, сделаем что-нибудь интересное. Пойдем со мной. Хорошо, надеюсь, это будет очень веселая игра. Да, да, будет, идем со мной. Иду, иду, сейчас только с этой кровати слезу. Ну что, давай посмотрим, если этот телефон можно смыть в унитаз. Так, быстро сливаем, пока нас никто не заметил. Девочки, ваш ужин готов, так что идите мыть руки и садитесь за стол. А еще, пожалуйста, верните мой телефон. А у нас его нету. Как это нету? А где он? В унитазе. Хе-хе-хе. В унитазе. Что? Что значит в унитазе? Это же новый айфон последней модели. О, боже мой. О, нет, мой телефон. Что вы с ним сделали, дети? Он весь намок, и теперь он не работает. Последняя модель айфона. Барби, представляешь, девочки бросили мой телефон в унитаз. Что? Эти две милые девочки? Они не могли просто так бросить телефон в унитаз. Наверное, они случайно уронили, когда ходили в туалет. Барби, я тебе говорю, эти девчонки только кажутся милые. А сами бросили мой телефон в унитаз специально, ради забавы. О, Кен, это же все-таки маленькие дети. Пожалуйста, будь снисходительной, дорогой. Элли, Нелли, я приготовил вам ужин. Давайте я вас сейчас накормлю. Я хочу, чтобы меня покормил Кен. И я хочу, чтобы меня покормил дядя Кен. Дядя Кен, дядя Кен. Так, девчонки, открывайте широко ротик, сейчас прилетит самолетик. Барби, посмотри, что эти дети из-за мной сделали. О, Кен, ты весь такой грязнуля, тебе нужно умыться. А девчонки, ну, они просто озорные. Тебе нужно быть к ним более снисходительным, ведь они же детки. Мы хотим спать, мы хотим спать, мы хотим спать. Ну, наконец-то, девчонки уснули. Пришлось прочитать им пять книжек, спеть три песенки. Ой, я сама не могу, так хочу спать. Прилягу я здесь немножко и чуть-чуть посплю. Элли, Элли, по-моему, Барби доснула. Так что доставай фломастеры, сейчас порисуем. Ой, так смешно выглядит. Ой, по-моему, идет Кен. Быстро, 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 бежим в постельку, пока он нас не увидел. Барби, Барби, дорогая, просыпайся. У тебя что-то на лице такое. Просыпайся, дорогая, вставай. Что? Что? Что значит у меня что-то на лице, Кен? Лучше сама посмотри в зеркало, пожалуйста. Хорошо, я сейчас пойду посмотрю. О боже, что они со мной сделали, что они нарисовали мне на коже, как же это отмывать? Как я завтра на работу пойду? Барби, дорогая, это же все-таки дети. Тебе нужно к ним быть более снисходительной.